Друзья, всем привет! В начале этого урока я бы хотел дополнить предыдущее занятие несколькими упражнениями на дыхание. Одно из них я подсмотрел у своих классических товарищей. Очень хорошее упражнение, оно мне понравилось. Задача такая. Четыре счета вдох, четыре счета выдох, три счета вдох, три счета выдох, два счета вдох, два счета выдох, один счет вдох, один счет выдох. Вдох и выдох должны быть глубокими полностью. Счет, который вы себе сами щелкаете, в том темпе, в котором вам удобнее. Показываю. Очень хорошее упражнение. Упражнение развивает и объем легких, и контроль за движением грудной клетки, контроль за вдохом и выдохом. Очень рекомендую. Следующее упражнение позволит вам развить контроль за движением диафрагмы. Что вам нужно сделать? Вы берете ноту, можно на трубе, можно на мунштуке, можно байзингом. Как вам это удобно. Я предпочитаю байзинг, он очень оптимальный для меня. Вы тянете ноту и толчками диафрагмы делаете как бы вау-вау-вау. Показываю. Данное упражнение позволит вам научиться управлять диафрагмой и научиться контролировать толчки диафрагмы. Хочу напомнить некоторые моменты из предыдущего урока еще по поводу горла. То есть состояние зевка нужно постоянно в себе культивировать, постоянно соблюдать состояние зевка во время игры на трубе. Зевнули и... То есть постоянно должен быть контроль за горлом. Это состояние раскрытого горла еще можно объяснить, когда вы разговариваете шепотом. Горло также расслабляется в связке, не участвует в процессе. Это примерно то же самое. Какое из этих объяснений будет вам понятно, таким мы и пользуетесь. Либо состояние зевка, либо состояние, когда вы шепотом говорите. В любом случае этими двумя состояниями достигается правильное положение горла. Его еще иногда называют теплый выдох. Я хочу вам показать упражнение, которое поможет вам научиться контролировать правильное положение горла. При зевке кадык опускается вниз. У мальчиков есть кадык, у девочек нет кадыка. Поэтому мальчикам проще это контролировать. Вдох и выдох должны быть с одинаковым положением горла. Не должен меняться тон и не должен меняться сам звук этого выдоха. Надеюсь, вам слышно. И упражнение такое. Вдох и выдох. Субтитры сделал DimaTorzok Такое вот упражнение, оно играется на весь диапазон клавиши или пианино, что у вас там есть, как вам будет удобно. Очень важно делать это упражнение сидя или опираясь на что-то, потому что с непривычки может закружиться голова. Еще один важный момент. Вдох и выдох на одном положении горла, и нужно стараться делать вдох и выдох на одинаковое количество сегментов, в данном случае, и постоянно стараться увеличивать время вдоха и время выдоха. Фактически, в идеале, это должен быть длинный-длинный вдох и длинный-длинный выдох. Я хочу объяснить, для чего нужно играть себе гаммы. Дело в том, что у горла в таком положении есть тон. И, играя себе какие-то гаммообразные движения на клавишах, на пианино, вы приучаете горло к определенному положению, в котором оно делает определенный тон. Не нужно стараться делать это специально. Горло само все сделает. Вы через какое-то время заметите, что оно следует за вашей гаммой и меняет свою звуковысотность. Ну что ж, друзья, теперь, наверное, можно перейти к вопросу о правильной постановке аппарата. Дело все в том, что процесс этот очень индивидуален. Нужно уметь правильно анализировать состояние исполнительского аппарата, в том числе мышц амбушюра, лицевых мышц, зубов, строение челюсти, состояние дыхательной системы и общего физического развития человека, так как для игры на духовом инструменте требуется хорошая физическая подготовка. Только после такого анализа можно говорить о каком-то рациональном размещении мыштука на губах и о какой-то рациональной постановке. Как вы понимаете, это очень-очень-очень индивидуальная история, и она требует, конечно же, личного присутствия опытного педагога рядом с вами. Но раз уж я взялся это все рассказывать, я, наверное, на своем примере все-таки расскажу и покажу, как это делать. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что это всего лишь моя некая такая среднестатистическая история по поводу рациональной постановки. Для формирования более-менее правильной рациональной постановки мыштука на губы вам потребуется стержень от ручки и, собственно говоря, мыштук. Делается это следующим образом. Нужно взять стержень и зажать его зубами, чтобы примерно было 90 градусов по отношению к зубам. Потом насадить туда мыштук. И вот это получается более-менее рациональная постановка именно для вас. Я, конечно же, не учитываю угол наклона зубов, который сугубо индивидуален, величину зубов и так далее, и так далее, и так далее. Эта история очень индивидуальна, но в таком, в более-менее упрощенном виде это выглядит именно так. Это вот то, что касается именно угла наклона трубы и рационального расположения мунштука на губах. Вы легко можете проделать данную манипуляцию дома, запомнить свое положение, свое правильное рациональное положение мунштука на губах и попробовать так поиграть. Интересно ваш комментарий, интересно, что у вас из этого получится. И расскажите, пожалуйста, как продвигаются ваши опыты в этом. Ну что ж, давайте продолжим с упражнениями. Следующее упражнение, которое я вам рекомендую, основано на тех же самых гаммах, которые вы можете себе играть. Помните же, да, первое упражнение на горло? Оставляйте такое же состояние горло, как и при первом упражнении. Только вы теперь собираете аппарат так, как будто бы вы играете на трубе. Воздух спокойно проходит сквозь губную щель. Расстояние между зубами достаточно большое. Больше, чем ноготь, ноготь большого пальца. Либо ножка мунштука. Собственно говоря, это расстояние между зубами где-то примерно соответствует первой октаве. И вот в данном упражнении это расстояние должно быть больше. Но аппарат так, как будто бы вы играете. Собраны, напряжены уголки рта, собрано верхнее, нижнее полукольцо. И постепенно сжимая челюсть, вы добиваетесь появления звука. Состояние горла находится именно как во время зевка, как во время первого упражнения. Состояние аппарата так, как будто бы вы играете на трубе. Двигается только нижняя челюсть. Она двигается туда-сюда, ровненько, чтобы это было именно ровно. Ну и, собственно, упражнение следующее. Нужно обязательно следить за тем, чтобы воздух шел плотным потоком. Воздух прерывается только звуком в момент того, как вы сдвигаете челюсть. Звук шел плотным потоком. Нужно практиковать это упражнение на весь диапазон в данный момент, которым вы обладаете. Нужно его делать базингом без мунштука, как я показал. Базингом на мунштуке. Ну и, собственно говоря, на трубе. На этом все. Удачи вам. До новых следующих уроков. Очень было бы интересно услышать ваши комментарии. Услышать, кто у кого что получается. И кто достиг каких результатов. Всем спасибо. Удачи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok